Это не самая худшая дорога, вот вы понимаете. Дорогу в Закаменский район называют худшей в Бурятии, в сети её обозвали убитой. В Закаменском районе Бурятии дороги уничтожают автомобили. В Бурятии обещали отремонтировать убитую дорогу. Сейчас трасса износилась на 90%. Если хотите принять грязевые ванны, далеко ехать не нужно, вам в Закаменск. Уставшие от тряски на колдобинах и злые от бездействия чиновников люди в прошлом году собрали 8 тысяч подписей под обращением к президенту России. И дело сдвинулось с мёртвой точки. Правда, пошло не так быстро, как хотелось бы. К сегодняшнему дню отремонтировали только 18%. Наша инициативная группа собрала подписи жителей трёх районов, также выходцев из районов. У нас получилось больше 8 тысяч живых подписей. Нельзя сказать, что на наши действия не было никакого отклика, но, скажем так, действенных шагов мы не увидели. Сегодня убитую дорогу обсуждали в правительстве республики. В совещании участвовали чиновники, общественники, представители инициативной группы и Общероссийского народного фронта. Вопрос прямой задавали, да, примерно год окончания строительства. Никто на него ответить не может. Исходя из стоимости работы, исходя из примерного среднего километража каждый год, ну, такая, будем говорить, чисто формальная цифра была озвучена 15 лет. За 15 лет ожидания стиральная доска превратится в квест для самых проходимых внедорожников. Помочь достроить дорогу поможет открытие еще одного пропускного пункта на границе с Монголией. В летнее время, Айнегол, если откроем, то, наверное, продадим важное значение реконструкции дороги Кусензерск-Закамерск, граница Монголии. Тогда, наверное, жизнь в трех районах республики, наверное, немного оживилась бы, экономика начала развиваться. Пропускной пункт поможет не только восстановить дорогу, но и упростить экспорт и импорт. А также проезд туристам, ведь сейчас они вынуждены делать крюк через Алтанбулак. Но пока все это только в планах. Вот в середине совещания я, к сожалению, да, уперлась в такой тупик, понимала, что тут вот мы бессильны. А ближе к концу у меня забреживало, так сказать, луч надежды. И учитывая то, что все-таки мы оптимисты, а 15 лет – это очень большой срок. Хотя, конечно, наше поколение и ваше поколение еще увидят эту дорогу в чистом виде, да. Но эти люди, которые пожилые, к сожалению, ну вот, да, не получится. Кирилл Мешков, Артур Извержевич, телекомпания АТВ.